МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Через несколько минут в эфир выйдет военная тайна, и сегодня в нашей программе мы расскажем, почему бывший министр обороны Сергей Иванов оказался вычеркнутым из списка преемников секреты кремлёвских компроматов. Как заместитель главкома военно-воздушных сил генерал-лейтенант Гришин освобождал заложников из бандитского плена? Неизвестная операция. Какие тайны унёс с собой изобретатель искусственного сердца академик Валерий Шумаков? Неизвестное интервью с выдающимся учёным. Почему оборонные ведомства России и США так и не рассекретили информацию о неопознанных летающих объектах, за которыми вели многолетние наблюдения? Уникальные кадры из архивов спецслужб. Как на подопытных кроликах испытывают новейшие средства самообороны? Репортаж из спецлаборатории. А также из серии кошмарных снов спецагентов. Что делать, если вооружённые бандиты напирают, а у вас всего один пистолет, да и тот не заряжен? Встретимся после рекламы. Россия шагает навстречу президентским выборам во главе с официально назначенным преемником, и уже почти никто не вспоминает о героях вчерашних дней. А между тем, ещё совсем недавно, почти со стопроцентной уверенностью, любой аналитик вам бы сказал, что президентом страны станет Сергей Иванов, потому что он умный и жёсткий, и будет блюсти интересы страны в борьбе с американцами, которым не дают покоя наши природные ресурсы. Но вот на дворе февраль, а об Иванове, как о преемнике, никто уже и не вспоминает. Почему всё произошло именно так? Об этом наши кремлёвские файлы. Советский разведчик Рихард Зорге прославился тем, что сумел передать в Москву почти все военные секреты Японии и Китая, добрую половину государственных секретов Германии. Он даже сумел предсказать точную дату начала Великой Отечественной войны. А секрет успеха Зорге заключался в том, что у него были неофициальные контакты с самыми высокопоставленными представителями стран пребывания. Он пользовался неограниченным доверием германского посла в Японии Эгена Отто. Он давал советы военному атташе Рейха Шеллу. Да что там говорить, если сам глава японского правительства, принц Каноэ, охотно посвящал советского разведчика в свои планы. Впрочем, слишком высокие связи и слишком ценная информация, которую Зорге передавал в центр, сыграли с ним злую шутку. Однажды Москва перестала ему доверять и заподозрила в том, что он двойной агент. А страшнее такого подозрения нет ничего. Как выяснилось сравнительно недавно, у бывшего министра обороны России Сергея Иванова тоже оказалось немало неофициальных контактов с высокопоставленными представителями потенциального противника. Среди них бывший помощник президента США Кандализа Райс, бывший шеф Пентагона Дональд Рампсон, бывший госсекретарь США Колин Пауэлл. По мнению наших источников, именно эти неофициальные, слишком частые и слишком успешные контакты сыграли с бывшим разведчиком Ивановым точно такую же злую шутку. Действительно, есть информация, что в Кремле не всем нравится довольно высокий уровень неофициальных контактов Сергея Борисовича Иванова в США. Это делает его чуть ли не агентом влияния. Или, по крайней мере, человеком, обладающим значительной самостоятельностью в принятии решений. А значит, на роль будущего лидера страны он не подходит. Надо сказать, что все осведомленные лица понимают. Бывший министр обороны, генерал-полковник Сергей Иванов, никакой не агент влияния. Просто он, неформально общаясь с самыми оголтелыми ястребами американской политики, как мог подтверждал собственную легенду. Согласно которой, он, питерский интеллигент, любящий британскую рок-музыку и американские джинсы, читающий по утрам английские газеты и незамеченный в пристрастии к солдафонству, почему-то должен был играть роль главного кремлевского ястреба, сторонника холодной войны и ответно-встречного ядерного удара. Как известно, советский разведчик Рихард Зорге, по легенде, был журналистом, любителем женщин, шумных компаний и быстрой езды на мотоцикле. Однажды, чтобы подтвердить свою легенду, этот интеллигентный человек даже был вынужден после доброй порции местной водки на глазах у всего японского высшего света сесть за руль мотоцикла. Подтверждение легенды закончилось печально. Во-первых, на огромной скорости он въехал в ограду американского посольства и получил тяжелейшие увечья. Во-вторых, чуть было не провалил всю агентурную сеть, поскольку в кармане у него в этот момент были компрометирующие документы. А в-третьих, Центр не одобрил самодеятельности и решил, что этот сотрудник не сможет в дальнейшем выполнять новые задачи. Ситуация, в которую попал Сергей Борисович Иванов, по-своему печальна. Дело в том, что в 8 лет ему навязывали образ ястреба, потому что считалось, что президентские выборы сможет выиграть человек, который объявит войну Западу. Внезапно разразившийся в США финансовый кризис спутал все карты, и Соединенным Штатам Америки стало не до России. Поэтому президентом России, скорее всего, станет не ястреб, а обыкновенный юрист. Таким образом, можно констатировать, что Сергей Иванов в борьбе за президентское кресло пал жертвой навязанного ему имиджа главного кремлевского ястреба. Впрочем, даже в этом не слишком актуальном качестве он, судя по всему, оказался слишком опасен для объявленных участников президентской гонки. Поэтому и был исключен из списка преемников заранее. А Рихард Зорге все-таки был арестован. Его фигура была настолько влиятельной, что высокопоставленные представители японского и германского дипломатического корпуса сгоряча даже пытались представить советского разведчика жертвой интриги японской полиции. Впрочем, доказательства были железными. И 7 ноября 1943 года советский разведчик был казнен. Последними его словами были «Да здравствует Советский Союз, да здравствует Красная Армия». Впрочем, даже это не помешало Сталину по-прежнему считать своего лучшего разведчика Рихарда Зорге двойным агентом. Почему все-таки Дмитрий Медведев, а не Сергей Иванов? На мой взгляд, все просто. Все дело в мотивации Владимира Путина. Ведь он всегда исходил из конкретной обстановки, а не из личных симпатий. Но если Сергей Иванов у нас ассоциируется с Рихардом Зорге, то Владимир Путин все больше напоминает императора Александра I в самые поздние годы правления. Когда, отстояв Москву, победив Наполеона и даже взяв Париж, почувствовал самодержец такую смертную скуку, что, кажется, на все был готов, лишь бы только оказаться подальше от новых подвигов. Вот и Владимир Путин теперь то с Дедом Морозом встретится, то с модельером Юдашкиным, а то поздравит с очередной теннисной короной неотразимую Марию Шарапову и практически все. Однако к следующей теме. Первый вице-премьер Дмитрий Медведев пообещал, что все черные дыры нашей недавней истории будут ликвидированы. Вероятного исполнения обещанного тотчас и были арестованы фигуранты по делу Арбат Престижа, а ведь одного из них Интерпол искал целых 15 лет. Вот я и думаю, быть может придет время и мы узнаем, наконец, не только криминальные секреты отечественных парфюмеров, но и будет раскрыт тайный механизм, например, многочисленных похищений людей в Чечне с их последующей перепродажей и политическим шантажом. Одну из таких неизвестных историй мы вам сейчас расскажем. Репортаж Николая Королева. Дагестан. Дежурная машина радиотехнических войск вместе с десятью военнослужащими после рабочего дня направлялась по горному серпантину в сторону Махачкалы. Военные часто пользовались этой дорогой. Доставляли людей к месту службы, подвозили продовольствие и воду. Время суток было светлое. К тому же инцидентов на этом участке раньше не было. Но вдруг на одном из отрезков дороги машина наткнулась на завал. Я сидел в кабине. Выдите, говорю, выйди, выбрось эти доски. Адрось и поедем. Изначально было приехать. Машина жалко. Выйди, выбрось. Как только он вышел, и вот здесь, как пришел захват. Все произошло в считанные секунды. Машину с разных сторон окружили вооруженные люди в масках. Сопротивляться было бесполезно. Российских военных боевики затолкали в кузов машины и связали по рукам и ногам. На глаза надели повязки. Десять военнослужащих, четверо из которых женщины, оказались в плену у боевиков. Целый день мы добывались возможности узнать, что же произошло. Но потом одна женщина позвонила, сказала, что вот так и так машину захватили террористы. Угнали на территорию Чечни. Вот. Ее отпустили. В воздух были подняты боевые вертолеты, которые квадрат за квадратом прочесали весь маршрут передвижения машины. А также ближайшие населенные пункты. Однако никаких результатов воздушная разведка не принесла. Как только о захвате стало известно, командованием ВВС России была создана оперативная группа, которую возглавил генерал-лейтенант Юрий Гришин. Анализ ситуации говорил о том, что боевикам удалось на захваченной машине прорваться на территорию Чечни. Причем по единственной дороге в федеральной трассе. И не исключено, что при помощи подкупа на блокпостах. С Махачкалы со столицы украли и провели почти 80 километров по федеральной трассе. Что можно говорить? Потому что кроме федеральной трассы в одной и другой дороге в Чечни нет. Все мосты были взорваны, остался только Герезельский мост. И везде стоят блокпосты. Все, как они это провели? Пленников бросили в сырой темный подвал одного из чеченских домов села Сержень-Юрт, что в 40 километрах от Грозного. Им объявили, что они теперь заложники. Запретили разговаривать друг с другом и двигаться без разрешения. За любое неповиновение жестокие побои. В тесном бетонном каземате каждый день пленникам казался вечности. Яма, которая полностью бетонная. Пол, стены, потолок. Есть небольшая вытяжка. Может, вот такая где-то, не больше была вытяжка. Все остальное было просто закупорено. Мы там спали, мы там кушали, и мы там ходили в туалет. То есть на улице нас никто не выпускал. Но неопределенность угнетала больше, чем условия содержания. Заложники понимали, что они на волосок от смерти. В любую минуту они могут быть расстреляны. Михаил Еворский до сих пор хранит этот клочок бумаги, на котором пленники отмечали каждый день своего заточения. И чем больше проходило времени, тем невыносимее становилось ждать. Пленники стали думать о побеге. Гарантии, естественно, никакой. Мы не знали, где мы находимся, где какая территория. Гарантировку местности мы не знали, оружия не было. Шанс выжить, ну, опять бы был нулевой. Но чем сидеть в этой яме, да, по-скотски, естественно, лучше было убежать. Тем не менее, заложники стали буквально жить надеждой на побег и пытались использовать малейшую возможность. Однажды Андрея Сентябрёва ночью выпустили за водой. Появился шанс хотя бы осмотреться вокруг. Но случилось непредвиденное. Как только узник оказался на свежем воздухе, ослабленный и истощённый организм не выдержал. Андрей потерял сознание. После месяца полтора в замкнутом пространстве, свежий воздух, вплоть до потери сознания даже элементарного. А потери сознания, отвлекаемся на они, в частном случае, они восприняли это наша попытка к побегу или что-то в этом роде. Пленники даже не догадывались, что они находились на территории подконтрольной полевому командиру Иорданцу Хаттабу. И если даже пленникам удалось бы выбраться из подвала, они всё равно были обречены. Это понимали в оперативном штабе. Необходимо было действовать аккуратно, чтобы не спровоцировать бандитов на крайние меры. Были задействованы агентурные связи в Чечне и Дагестане для выяснения местонахождения заложников и их похитителей. В итоге усилия стали приносить первые результаты. Несколько раз я вылетал в Дагестан и Чечню для того, чтобы решать вопросы, узнать хотя бы где, кто их забрал. В конечном итоге мы вышли на тех людей, которые владели информацией, знали, где находятся наши офицеры, солдаты и прапорщики. Те, кто удерживал в плену наших военнослужащих, имели непосредственную связь с боевиками из диверсионного центра, который был организован Хаттабом в районе чеченского села Серженьюрт. Здесь под руководством опытных инструкторов проходили боевую подготовку чеченские боевики. И именно они, согласно оперативным данным, захватили российских военных на территории Дагестана и переправили в Чечню. Эта версия подтвердилась, когда Гришину и Магомеду Толбоеву удалось установить контакт с посредниками похитителей и выяснить все детали операции. Первое, это была отработка задания, порученные молодым ребятам, которые прошли школу Хаттаба. Они должны были за определенное время, по часам, это все сделать и провести, доложить на видеокамеру, все как положено. Во-вторых, это был отчет перед Арабским миром, который финансирует эти группировки. Это проведенная работа, как диверсионная работа, потому что они получали за каждого офицера деньги, за каждого солдата, за каждую машину, за танки и так далее. И, в-третьих, это была попытка, постоянные попытки. Не одна же это была. Это бесконечные попытки дестабилизировать Дагестан. Оперативный штаб под руководством генерала Гришина рассматривал различные варианты освобождения, включая силовой. Однако была вероятность того, что захватчикам заранее станет известно о подготовке такой операции. И тогда не только заложников ждала смерть, но и могли бы быть потери среди участников спецоперации по освобождению. По мнению штаба, единственным выходом были переговоры с боевиками о выкупе заложников. Все делалось через знакомства, через какие-то порученцы, потому что мы уже всех друг друга знали там. С РТРшингами, как это было связано все-таки с деньгами, конечно, ответственность была очень большая. Разве меня попросили, серьезно попросили, все шло под контрольным министром внутренних дел Куликова, ответственность была очень большая. Малейшая ошибка, малейший провал, и деньги исчезнут, и люди не вернутся. Операция была назначена в ночь с 6 на 7 сентября. Согласовали место и время передачи денег и заложников. Кто будет обеспечивать безопасность сторон? Но когда уже все собрались в условленном месте, похитители вдруг усомнились в том, что они получат именно ту сумму, которая была оговорена ранее, и стали пересчитывать деньги. В дипломатии было несколько десятков тысяч долларов. Те, кто приехал, ребят привезли и планировали, значит, получить что-то. И считать начали. Ну, что мне российскому, советскому генералу оставалось делать, как не сказать. Ребят, вы кого считаете, а? Вы что думаете? Что я там полазил уже? Закрыли, забрали, отдали, разъехались. Эти съемки были сделаны сразу после освобождения. До самого последнего момента пленники не могли поверить, что они на свободе. И только когда пересекли чеченскую границу и оказались в Дагестане, где их встречали уже российские военные, вздохнули свободно не только бывшие узники, но и те, кто много дней проводил операцию по их спасению. К счастью, эта история закончилась успешно. И знаете, произошло это лишь только потому, что нашелся мужественный человек, в данном случае генерал-лейтенант Гришин, который добровольно взял на себя всю полноту ответственности за эту очень рискованную и непредсказуемую операцию, которая, честно говоря, мог бы не иметь никакого отношения. Ведь мы знаем, как часто гибли заложники только от того, что все боялись связываться с этим делом. По большому счету, именно так и произошло с делом генерала Шпигуна, о котором мы уже рассказывали в прошлой программе. На прошлой неделе ушел из жизни выдающийся кардиохирург, академик Валерий Шумаков. Именно он впервые в стране провел операцию по пересадке сердца и всю жизнь работал над способами лечения, которые очень многим казались просто фантастическими. Так получилось, что мы снимали Валерия Ивановича для документального фильма, и сегодня мы покажем некоторые фрагменты этих съемок. Тех, кто называл его хирургом от Бога, частенько поправляли. Валерий Шумаков – бог от хирургии. Ему было чуть за 30, когда в 63-м появился изобретенный им первый советский сердечный клапан. Человеческое сердце он не просто знал, он его чувствовал. Под тонкими музыкальными пальцами этого массивного человека оживали люди, которых, казалось, сверхъестественная сила буквально гонит в могилу. Ткани очень плохие были. Вроде уже закончили операцию, стали проверять ультразвуком. Там где-то ткани не выдержали, пробивать кровь надо. У нас второй раз открыли, с трудом еще с большим. Удалось это все закрыть. Опять зашили. Уже рядом где-то стало пробивать. Третий раз. И это удалось сделать. Когда там доступ плохой, видимо, крючками разорвали предсердие. Тут вроде все заканчивается. Смотрю, там дыра в предсердии, куда вот так несколько пальцев залезают. Там ничего не видно. Ну и это удалось зашить. И, в общем-то, кончилась эта операция. Его жизнь оказалась подобна этой уникальной операции. Несколько раз на отечественной трансплантологии ставили крест. Он ее возрождал. Ну дай залезь. Ленат. Может быть, она во многом вообще существует благодаря академику Валерию Шумакову. И никто никогда не задумывался, какую цену платит за это лично он. Игорь, вытри. Буху. Ой, ехать. Потел, ну. Игорь, вытри. 1967 год. Хирург Кристиан Барнард в Южной Африке делает первую в мире удачную пересадку сердца от одного человека другому. Он не скрывает, что в своей работе использует материалы знаменитого советского ученого Владимира Демихова. Такой идеологической пощечины советская наука вынести не могла. И уже в 1969 году создается ныне всемирно известный НИИ трансплантологии и искусственных органов. Но еще за год до этого, в 1968-м, первая попытка пересадить сердце в СССР осуществлена знаменитым Вишневским. В 1971-м эту попытку повторяет Глеб Соловьев. В 1974-м Владимир Бураковский. Их пациенты гибнут почти сразу. Все дело в том, что сердца для пересадок брались уже мертвые, остановившиеся. Но открытые еще в 37-м Демиховым законы неумолимо гласят «сердце должно быть живым, бьющимся». Именно так поступил Кристиан Барнард. Для своей пересадки он забрал сердце девушки, у которой в автокатастрофе была разбита голова и погиб мозг. Вернуть к жизни такого человека уже невозможно, хотя его тело исправно функционирует. Именно так становятся донорами для пересадки. Но у советских, как всегда, была своя гордость. Надо было легализовать диагноз смерти мозга. Когда этот вопрос поднялся, где-то в ЦК партии нашей коммунистической кто-то из руководителей сказал, что вот этот диагноз смерти мозга и забор органов после постановки такого диагноза не совпадает со стилистической моралью. Где-то на 20 лет это дело все было затормотано. Именно Шумаков в октябре 1986-го чудом добивается разрешения провести первую в Союзе операцию по пересадке живого сердца. Но пациент умирает через 5 дней. Однако в марте 1987-го Шумаков проводит вторую операцию. Это был триумф. Пациентка с новым сердцем проживет почти 10 лет. И только Шумаков знал, что на карту поставлена и его карьера, и судьба всей трансплантологии. Но иначе он поступить просто не мог. Возраст в основном людей, которым требуется пересадка органов, это молодой возраст где-то. Ну, начиная с детского, ну, в среднем чаще всего это люди где-то от 20 лет до 40. Самый продуктивный возраст. К сожалению, так вышло, что автокатастрофы – щедрый поставщик для трансплантологии. И казалось, в нашей стране этими органами тоже можно спасать чужие жизни. Ведь юридическая сторона вопроса уже давно четко отработана во всем мире. Есть презумптие согласия и есть прямое согласие. Во всем мире 50 на 50. Презумптие согласия подразумевает следующее, что если данный человек или его родственники, или законные представители его были против изъятия органа против смерти, то тогда забор запрещен. А если нет, то комиссия, судмедэксперт, врачи все определяют, но не трансплантологи, естественно. Трансплантологи не участвуют в этом. Только реаниматологи, специалисты и судмедэксперт определяют смерть. Апрель 2003. В реанимационное отделение 20-й Московской горбольницы врывается ОМОН вместе с реаниматологами госпиталя МВД. Врачей больницы обвиняют в том, что с целью наживы они готовятся забрать органы у живого человека. Суд несколько раз оправдывает медиков, но прокуратура упорно возбуждает дело по новой. Три года тянется следствие. Все это время донорские органы для трансплантации не поступают. Закрываются отделения трансплантологии в ведущих российских клиниках. Обычно сдержанный Валерий Шумаков не скрывает эмоций, видя в этом очередную попытку уничтожить не только отечественную трансплантологию. Раздутое дело убивает людей. Чем дольше это будет продолжаться, тем больше народу, молодого народу, будет помирать. А мы ничего здесь сделать не можем. Мы готовы, хоть вот сейчас скажут, привезли 5 донорских органов, ну и я всех мобилизую, мы все 5 до утра пересадим. Но их нет. Лишь в 2006-м трансплантология стала оживать. Но сколько людей погибло, не дождавшись донорских органов, сосчитать невозможно. Даже сегодня буквально замалчивается, что уже десятки лет в институте Шумакова применяют уникальный метод лечения сахарного диабета с помощью бета-клеток новорожденных кроликов. Любой диабетик знает, что даже задавленная лекарствами болезнь медленно развивается и когда-то наступит неотвратимый финал. Но вот сейчас на ваших глазах выделенные из поджелудочных желез этих крольчат бета-клетки будут с помощью шприца трансплантированы в поджелудочную железу больного диабетом. Внешне все просто, но диабет не будет развиваться вообще. Страшная болезнь замрет на десятки лет. Мало того, в недавнее время под руководством Шумакова в ней трансплантологии стали готовиться к реальному клонированию органов человека. Это должны были быть только первые шаги. Но за рубежом аналогов этому методу просто не существует. У нас есть несколько больных, которым сейчас мы вырастим эти кардиомиоциты. Но увидеть этого Валерий Иванович уже не сможет. Однако то, что он смог сделать в своей жизни, уже кажется неестественным. Десятки лет, почти ежедневно, он делал уникальные операции на сердце. И он лично сделал более 150 пересадок сердец. Если бы ему поменьше мешали, может быть его одно, но такое большое сердце по-прежнему бы билось. Мы выражаем соболезнования родным и близким Валерия Ивановича Шумакова. Уверен, что вместе с ними сегодня скорбят сотни и сотни тех, кого академик сумел спасти. На прошлой неделе британское оборонное ведомство рассекретило очередную порцию документов о неопознанных летающих объектах, которые в разное время залетали на территорию Соединенного Королевства. Надо сказать, что объектами специального изучения НЛО были не только для британских спецслужб, но и для американских, а также российских военных ученых. О феномене НЛО в секретных военных исследованиях – репортаж Александра Мержанова. 24 июня 1947 года американский пилот Кеннет Арнольд заметил 9 эллиптических объектов возле каскадных гор в штате Вашингтон, Соединенные Штаты. Журналисты и прессы стали муссировать эту тему, тогда и родился термин «летающая тарелка». По странному совпадению, в том же 1947 году, всего лишь через месяц, 26 июля, в окрестностях американского городка Розуэлл, разбился неопознанный летающий объект. Очевидцы утверждали, что около обломков аппарата лежало несколько странных тел. Военные тут же отцепили район падения. Больше ни сам аппарат, ни тела никто не видел. А средства массовой информации объяснили, что разбился метеозонд. Правительство Соединенных Штатов тут же засекретило эту тему. Известно, что фермер, нашедший эти странные останки, хотел дать интервью для радио. Но ему позвонили из Вашингтона и настоятельно порекомендовали этого не делать. После чего он больше и не вспоминал о странном происшествии. Все, что нашли на поле, было вывезено на специальную базу ВВС США. Но когда через несколько десятков лет конгрессмен от штата Нью-Мексико направил запрос в Министерство обороны Соединенных Штатов, он получил ответ, что в архивах нет никаких данных об этом событии. В середине 90-х годов появился некий пожилой человек, который предложил на продажу сенсационный фильм. Кадры любительской съемки показывали вскрытие странного существа. Автор сенсации утверждал, что это единственная уцелевшая пленка вскрытия пришельца из летающего аппарата, который потерпел катастрофу над Розуэллом. Эта лента успела наделать много шума и принесла своим владельцам не один миллион долларов, прежде чем появились первые серьезные комментарии. Еще одна история встречи военных с инопланетным разумом произошла в России, в Воронежской области, в районе Борисоглебского авиационного узла, где было замечено НЛО. На его перехват был выслан боевой истребитель. Однако, приблизившись к объекту, самолет внезапно потерял управление, и связь с пилотом прервалась. Все попытки руководителя полетов выяснить у экипажа, что случилось, результата не дали. В режиме полного радиомолчания самолет, снижаясь, ушел в сторону леса и, столкнувшись с землей, взорвался. К месту катастрофы немедленно отправилась поисковая группа. Как утверждают участники операции, как только они приступили к разбору обломков самолета, то почувствовали чье-то присутствие. Подняв голову, они оцепенели. Когда их начали ямку выкапывать, самолет доставать с самих летчиков, на метров 150-200 на опушке сосен увидели огромного человека. Порядка 3,5 метра. Мы мерили поломанные ветки, смотрели, где-то 3,5-4 метра высотой. Человек в серебристом костюме был, без головного убора, светловолосый. Он развернулся и пошел в этот лес, раздвигая траву, деревья. Забежали, когда в лес, услышали свист, и над лесом поднялся огненный шар, и низко-низко над кромками деревьев ушел в южном направлении. Еще в 1961 году в газетах появилось первое сообщение о похищении людей. Барни Хилл и его жена Бетти увидели НЛО из окна своей машины. Они остановились и вышли, чтобы посмотреть на тарелочку. Приехав домой, супруги обнаружили, что из их жизни выпало несколько часов. Только под гипнозом удалось восстановить стерты из памяти события. Оказалось, что НЛО приземлился, и супруги были взяты на борт, где подверглись обследованию. Бетти смогла воспроизвести конфигурацию звезд на карте в рубке объекта. Астрономический анализ показал, что НЛО прибыл со звезды Дзеты и созвездия Сети. История Хиллов – самый знаменитый случай в истории похищений. Последующие жертвы уже рассказывали о неких таинственных манипуляциях, которые проводили над ними инопланетяне. Исследователи инопланетного разума считают, что пришельцы не только похищают землян для обследования, но и управляют землей. Мало кто знает, но существует версия. Убийство президента Соединенных Штатов Кеннеди связано с этим тайным правительством планеты. Автор ее – бывший сотрудник спецслужб Милтон Уильям Купер. Не отрицая других мотивов убийства Джона Кеннеди, он считает, главная причина в том, что президент обнаружил связь тайной правящей верхушки Соединенных Штатов с пришельцами из космоса. Кеннеди многое знал об НЛО и пришельцах и был осведомлен о деятельности специальной сверхсекретной группы высших военных чинов и ученых, которая была создана в июле 1947 года, то есть сразу после крушения в Розуэр. В задачи группы входило поиск НЛО и установление контактов с пришельцами. По версии Купера, в 1963 году Кеннеди направил ультиматум членам группы. Присутствие пришельцев на Земле должно быть раскрыто. А это уже Россия, Петрозаводск. В ночь с 22 на 23 сентября 1977 года вот над этой набережной появился неизвестный объект огромных размеров. По словам очевидцев, больше всего он напоминал летающий аппарат дисковой формы, из которого били лучи света, словно обследовавшие город. Однако расследование этого грандиозного события завершилось на удивление быстро. Было официально заявлено, что в расположенной неподалеку воинской части был совершен учебный запуск ракеты, закончившейся неудачей. Ракета взорвалась, что и стало причиной необычного зрелища, которое наблюдал весь город. Непонятным оставался только один факт. По всему Петрозаводску в оконных стеклах, причем на любых этажах, появились вот такие странные аккуратные отверстия именно в ночь события. Все стекла были вывезены в Москву и отданы в МВД на экспертизу. Ее результаты оказались более чем прозаическими, и, казалось, тайна Петрозаводского феномена закрыта. Любопытный очень отчет, я его читал. Заключался он в том, что подобного рода отверстия могли быть сделаны в стекле воздействием твердых металлических предметов, выпущенных из метательных орудий типа рогатки. Но все это оказалось лишь прикрытием настоящего расследования. Об этих пресловутых отверстиях существовал и другой засекреченный отчет. Вот сейчас он показан впервые. Экспертиза, проведенная в одном из закрытых институтов, ведущими советскими специалистами, дала однозначный ответ. Столицу Карельской АССР, город Петрозаводск, прощупывал особо мощный лазер. Того, кто интересуется темой НЛО, я отправляю к нашему документальному расследованию, которое выйдет в эфир в ближайший вторник, 5 февраля в 22.00, в проекте под названием «Секретные материалы. Истина за кадром». В нем мы попытаемся отделить правду от выдумки и рассказать подлинную историю появления неопознанных летающих объектов. Итак, вы купили газовый баллончик или даже газовый пистолет. Конечно, очень хочется знать, как он действует, но как проверить? Не на себе же. Оказывается, ответ на этот вопрос дает специальная лаборатория в Санкт-Петербурге, где газовое оружие проверяют на подопытных кроликах в прямом смысле этого слова. Репортаж Бориса Курдина. Обратите внимание, как шевелятся ноздри у этого мохнатого испытателя. Это не от волнения. Кролик так дышит всегда. Он еще не знает о том, что через каких-то 10 минут в него из одного из вот этих баллончиков пустят газ. А вот и помещение лаборатории. Лаборатория сертификации газового оружия в Институте токсикологии. В данном случае нас интересуют в большей степени глаза животного, так как наиболее уязвимое место при воздействии аэрозольных баллонов остаются глаза человека. На испытания животное помещают в специальный ящик для фиксации. Выглядит на первый взгляд жутковато. Однако нас заверили, что абсолютно ничего страшного с кроликом не случится. Перед испытанием мы тоже проводим подсчет дыхания и снимаем ЭКГ. Потому что при воздействии газового оружия иногда бывает, что действительно и спазм дыхания, урежение дыхания, и также иногда может какие-то изменения быть на ЭКГ. Но это опять же, это уже, если такие изменения существуют, то этот аэрозольный баллончик или это раздражающее вещество, оно не проходит сертификацию. Кролика помещают в специальную камеру с вытяжкой. Уже там ему надевают спецкостюм, чтобы после испытания на его шерсти не осталась частица аэрозоля. И вот та самая струя газа, содержащего иританты. Не ядовитые, а лишь раздражающие вещества. Действительно, кролик лишь крепко зажмуривается. Специалисты называют это сокращение глазных мышц блефораспазмом. Видите, у кролика моментально после попадания в глаз происходит блефораспазм. То есть он закрывает глаза, и вот в этом состоянии мы засекаем, сколько времени он будет ходить. Скептики и даже испытатели-добровольцы порой рассказывают, что на себе ощущали затруднения и даже спазмы в грудной клетке. На самом деле это естественная реакция организма. Легкие, реагируя на отравленную воздушную смесь, регулируют свою функцию, ограничивая попадание реагента в организм. Возможно, у больного астмы или страдающего пороком сердца применение газа может повлечь и более тяжкие последствия. Однако представить себе сердечника или астматика, вышедшего ночью на дело, согласитесь, довольно трудно. Поражение глаз, как-то конъюнктивит, какие-то воспалительные явления, поражение роговицы, возможно развитие их только при непосредственном попадании в глаз содержимого баллончика. Это может быть только в том случае, если действительно было произведено направленное воздействие, и непосредственно в глаза. Если брать обороняющегося, если он распыляет баллончик в обратную от себя сторону, то, конечно, ему прямого попадания в глаза ему не будет. Самое сложное для сотрудников лаборатории – рассчитать дозу иританта, поскольку приказом Минздрава испытания на добровольцах у нас в стране запрещены. На кроликах же изучается именно безопасность баллончиков, но никак не их эффективно. Буквально через 5 минут кролик уже открывает глаза, и на сделанной тут же кардиограмме видно, что она не отличается от той, что была до испытаний. Замеряется даже остаток вещества на слизистой оболочке глаз, и тут все в норме. Да вы и сами видите, кролик абсолютно спокоен, все воздействие газа для него позади, а вот у его двуногих коллег все сложнее. Правда и мотивация совсем другая. Они ставят свои эксперименты для того, чтобы быть уверенными, что оружие сможет помочь им и их близким отразить нападение, и возможно спасти жизнь. Поэтому их рекомендации самые достоверные. Целиться нужно именно в лицо, в первую очередь в глаза. То есть это объект номер один. Вот. И сразу же рекомендуется отойти назад и в сторону. То есть не стоять, распылив баллон, распылив баллон, не стоять на месте, распылил и сразу отходим назад. Назад и в сторону. Почему? Это делается по двум причинам. Во-первых, чтобы самому, если это аэрозольный баллон, не попасть под облако, если будет ветер, его сносить. И второй момент здесь заключен в том, что нападавший, если еще не сразу подействовал ирритант, или даже если он подействовал, нападавший, если он разъярен, он может даже с закрытыми глазами просто ломануться вперед, чтобы нанести удар. К сожалению, официальная статистика утверждает, что чаще всего газовое оружие самообороны применяется как раз нападающим. И, возможно, именно поэтому у нас в стране газовые баллончики носят с собой менее 10% женщин, тогда как в странах Европы более 60%. Но в данном случае статистика обманчива. Ведь ни один неудавшийся грабитель или насильник не пойдет жаловаться ни в милицию, ни в медпункт. А узнать о его неприятных ощущениях мы с вами можем лишь по отзывам честных добровольцев-испытателей. Глаза закрылись так, что уже, значит, их открыть практически невозможно. То есть 1-2 секунды, то есть уже спазм, называется блефороспазм, спазм глазных мышц. Вот. И практически в течение 15 минут после этого я глаза открывать не мог. То есть я... и тем более невозможно было ориентироваться в пространстве. Меня буквально под ручку вывели, значит, на дорогу. Только где-то через 15 минут я уже смог, открывая глаза, так, ну, может, секунд на 10-15. Это жжение лица, то есть сильное жжение кожи лица. Вот. Жуткое желание все это с себя стереть. Однако делать этого категорически нельзя. При сухом вытирании поражающее вещество будет еще сильнее впитываться в кожу, что только усилит и продлит его действие. Частично снять симптомы можно лишь обильным количеством проточной воды, а еще лучше – слабым щелочным раствором. Но даже в этом случае эффект длится достаточно долго, чтобы сотрудники правоохранительных органов смогли успеть на место происшествия. Кстати, обратите внимание на эту очень важную мысль. Что бы ни произошло, вам придется в любом случае дожидаться сотрудников правоохранительных органов. Но хорошо, если для того, чтобы конвоировать преступника. А если он силен и коварен, и сотрудник милиции уже выпустил в воздух всю обойму, а тот и не думал сдаваться. Что же делать в этом случае стражу правопорядка? Компактное оружие скоротечного ближнего боя, у которого слишком быстро кончаются патроны. В итоге он превращается в бесполезную железку, которая только мешает в руках. Вот имидж пистолета. Причем не только в глазах обывателя, но и у большинства работников правоохранительных структур многих стран. Стой! Что, стрелять буду? Сопляк. Сбега сперва за патронами. Между тем, в российском спецназе антитеррора существует целый курс рукопашного боя пистолетом. Оказывается, это идеальное рубящее оружие. Удобная для боя форма, вес почти килограмм. Это оружие настолько эффективно, что даже щадящий тренинг весьма травмоопасен. Значит, своеобразная имеется техника наносения ударов. Это волнообразная траектория, волнообразное движение. Вот такими движениями, такими вот, можно наносить удары пистолетом. По надкостнице, по ключице, по суставам, плечевой сустав. Именно по костям, по тем частям, по которым рукой наносить нецелесообразно и не больно. А именно железом, именно твердым пистолетом, носить очень эффективно. Поэтому ни в коем случае нельзя выбрасывать оружие, если закончились патроны. Однако банальное превращение пистолета в кастет – лишь первая ступень. Это прекрасное полицейское оружие, служащее не только для нейтрализации, но и для быстрого допроса противника. Для спецназа в условиях силового контакта это можно назвать верхом гуманизма. Воздействие пары сил. Одна сила за счет пистолета, за счет скручивающего снижения идет туда, параллельная сила ей работает с рукой. Воздействие – болевой контроль. Человек не в состоянии, находится в болевом шоке, торможение нервной системы, не в состоянии не подняться, не сопротивляться, не поднять вторую руку для атаки. Мы можем взять человека на конвоирование, потребовать, посмотрите, обратите внимание, тем же воздействием его вторую руку, затем связать человека, конвоировать. Далее от пистолета можно воздействовать на другие болевые точки с целью допроса, контроля и так далее. Вращающим движением волнообразным мы воздействуем. А вот еще имидж пистолета. Большое количество мелких выступающих частей – курок, мушка, ну и прочее, которые, цепляясь за одежду, лишь мешают его быстрому выхватыванию. Но в руках профессионала каждый такой выступ превращается в страшное оружие. Отбираю, прохожу вперед. И вот здесь я не просто цепляю рукой, как загиб руки завтра принято, а использую целик. Смотрите внимательно. Воздействуя здесь на болевую точку, делаю загиб. Затем воздействую тем же пистолетом, смотрите, поднимаю и воздействую на горло. Воздействую целиком на болевую точку на горле. И могу конвоировать этого преступника в любое мне нужное направление. В помещениях, где часто пользуются пистолетом, даже огневой бой ведется почти вплотную. И здесь четкое знание человеческой моторики позволяет натренированному безоружному профессионалу не только отобрать пистолету врага, когда он не успевает даже выстрелить, но и этим же пистолетом его в буквальном смысле связать. После отбора уходим, смотрите, управляющий воздействием, болевой контроль. Может быть частичное повреждение, можно делать перелом в зависимости от боевой задачи. Делать ему повреждения, уничтожать, и все что угодно делать воздействием этого управляющего на наши возможности действовать пистолетом. Поразительный факт. Несмотря на кажущуюся легкость этих приемов, они не входят в обязательную подготовку полицейских сил почти ни в одной стране мира, ежедневно увеличивая статистику потерь в рядах правоохранительных органов. Имидж разряженного пистолета, как бессмысленной железки, оказался непреодолим. Что ж, теперь вы знаете, что разряженный пистолет в умелых руках по-прежнему оружие грозное и опасное. Надеюсь, правда, что это знание в жизни вам все-таки никогда не понадобится. А наша программа на этом закончена. В студии РНТВ был Игорь Прокопенко. До встречи в следующую субботу, как всегда, в 13.00. Встреча субботу, в 13.00. человеком, обладающим значительной самостоятельностью в принятии решений. А значит, на роль будущего лидера страны он не подходит. Надо сказать, что все осведомленные лица понимают. Бывший министр обороны, генерал-полковник Сергей Иванов, никакой не агент влияния. Просто он, неформально общаясь с самыми оголтелыми ястребами американской политики, как мог, подтверждал собственную легенду. Согласно которой, он, питерский интеллигент, любящий британскую рок-музыку и американские джинсы, читающий по утрам английские газеты и незамеченный в пристрастии к солдафонству, почему-то должен был играть роль главного кремлевского ястреба, сторонника холодной войны и ответно-встречного ядерного удара. Как известно, советский разведчик Рихард Зорге, по легенде, был журналистом, любителем женщин, шумных компаний и быстрой езды на мотоцикле. Однажды, чтобы подтвердить свою легенду, этот интеллигентный человек даже был вынужден после доброй порции местной водки на глазах у всего японского высшего света сесть за руль мотоцикла. Подтверждение легенды закончилось печально. Во-первых, на огромной скорости он въехал в ограду американского посольства и получил тяжелейшие увечья. Во-вторых, чуть было не провалил всю агентурную сеть, поскольку в кармане у него в этот момент были компрометирующие документы. А в-третьих, Центр не одобрил самодеятельности и решил, что этот сотрудник не сможет в дальнейшем выполнять новые задачи. Ситуация, в которую попал Сергей Борисович Иванов, по-своему печальна. Дело в том, что 8 лет ему навязывали образ ястреба, потому что считалось, что президент... Глевские файлы. Советский разведчик Рихард Зорге прославился тем, что сумел передать в Москву почти все военные секреты Японии и Китая. Добрую половину государственных секретов Германии. Он даже сумел предсказать точную дату начала Великой Отечественной войны. А секрет успеха Зорге заключался в том, что у него были неофициальные контакты с самыми высокопоставленными представителями стран пребывания. Он пользовался неограниченным доверием германского посла в Японии Эгена Отто. Он давал советы военному атташе Рейха Шеллу. Да что там говорить, если сам глава японского правительства принц Каноэ охотно посвящал советского разведчика в свои планы. Впрочем, слишком высокие связи и слишком ценная информация, которую Зорге передавал в центр, сыграли с ним злую шутку. Однажды Москва перестала ему доверять и заподозрила в том, что он двойной агент. А страшнее такого подозрения нет ничего. Как выяснилось сравнительно недавно, у бывшего министра обороны России Сергея Иванова тоже оказалось немало неофициальных контактов с высокопоставленными представителями потенциального противника. Среди них бывший помощник президента США Кандализа Райс, бывший шеф Пентагона Дональд Рампс, бывший госсекретарь США Колин Пауэлл. По мнению наших источников, именно эти, неофициальные, слишком частые и слишком успешные контакты сыграли с бывшим разведчиком Ивановым точно такую же злую шутку. Действительно, есть информация, что в Кремле не всем нравится довольно высокий уровень неофицийских выборов сможет выиграть человек, который объявит войну Западу. Внезапно разразившийся в США финансовый кризис спутал все карты, и Соединенным Штатам Америки стало не до России. Поэтому президентом России, скорее всего, станет не ястреб, а обыкновенный юрист. Таким образом, можно констатировать, что Сергей Иванов в борьбе за президентское кресло пал жертвой навязанного ему имиджа главного кремлевского ястреба. Впрочем, даже в этом не слишком актуальном качестве он, судя по всему, оказался слишком опасен для объявленных участников президентской гонки, поэтому и был исключен из списка преемников заранее. А Рихард Зорге все-таки был арестован. Его фигура была настолько влиятельной, что высокопоставленные представители японского и германского дипломатического корпуса сгоряча даже пытались представить советского разведчика жертвой интриг японской полиции. Впрочем, доказательства были железными. И 7 ноября 1943 года советский разведчик был казнен. Последними его словами были «Да здравствует Советский Союз, да здравствует Красная Армия». Впрочем, даже это не помешало Сталину по-прежнему считать своего лучшего разведчика Рихарда Зорге двойным агентом. Почему все-таки Дмитрий Медведев, а не Сергей Иванов? На мой взгляд, все просто. Все дело в мотивации Владимира Путина. Ведь он всегда исходил из конкретной обстановки, а не из личных симпатий. Но если Сергей Иванов у нас ассоциируется с Рихардом Зорге, то Владимир Путин все больше напоминает императора Александра Первого в самые поздние годы правления, когда, отстояв Москву, победив Наполеона и даже взяв Париж, почувствовал самодержец такую смех... Через несколько минут в эфир выйдет «Военная тайна», и сегодня в нашей программе мы расскажем, почему бывший министр обороны Сергей Иванов оказался вычеркнутым из списка преемников секреты кремлевских компроматов. Как заместитель главкома военно-воздушных сил генерал Екинанд Гришин освобождал заложников из бандитского плена в неизвестной операции. Какие тайны унес с собой изобретатель искусственного сердца академик Валерий Шумаков в неизвестное интервью с выдающимся ученым? Почему оборонные ведомства России и США так и не рассекретили информацию о неопознанных летающих объектах, за которыми вели многолетние наблюдения, уникальные кадры из архивов спецслужб? Как на подопытных кроликах испытывают новейшие средства самообороны? Репортаж из спецлаборатории. А также из серии кошмарных снов спецагентов. Что делать, если вооруженные бандиты напирают, а у вас всего один пистолет, да и тот не заряжен? Встретимся после рекламы. Россия шагает навстречу президентским выборам во главе с официально назначенным преемником, и уже почти никто не вспоминает о героях вчерашних дней. А между тем, еще совсем недавно, почти со стопроцентной уверенностью, любой аналитик вам бы сказал, что президентом страны станет Сергей Иванов, потому что он умный и жесткий, и будет блюсти интересы страны в борьбе с американцами, которым не дают покоя наши природные ресурсы. Но вот на дворе февраль, а об Иванове, как о преемнике, никто уже и не вспоминает. Почему все произошло именно так? Об этом наше кремертную скуку, что кажется на все был готов, лишь бы только оказаться подальше от новых подвигов. Вот и Владимир Путин теперь то с Дедом Морозом встретится, то с модельером Юдашкиным, а то поздравит с очередной теннисной короной неотразимую Марию Шарапову, и практически все. Однако к следующей теме. Первый вице-премьер Дмитрий Медведев пообещал, что все черные дыры нашей недавней истории будут ликвидированы. Вероятно, во исполнение обещанного тотчас и были арестованы фигуранты по делу Арбат Престижа, а ведь одного из них Интерпол искал целых 15 лет. Вот я и думаю, быть может придет время, и мы узнаем, наконец, не только криминальные секреты отечественных парфюмеров, но и будет раскрыт тайный механизм, например, многочисленных похищений людей в Чечне с их последующей перепродажей и политическим шантажом. Одну из таких неизвестных историй мы вам сейчас расскажем. Репортаж Николая Королева. Дагестан. Дежурная машина радиотехнических войск вместе с десятью военнослужащими после рабочего дня направлялась по горному серпантину в сторону Махачкалы. Военные часто пользовались этой дорогой, доставляли людей к месту службы, подвозили продовольствие и воду. Время суток было светлое. К тому же инцидентов на этом участке раньше не было. Но вдруг на одном из отрезков дороги машина наткнулась на завал. Я сидел в кабине, водитель говорю, выйди, выбрось эти доски, на доски, поедем. И сначала было приехать, машина жалко, выйди, выбрось. Как только он вышел, и вот...